Их качество – доброта, терпение, бескорыстие. Накануне 8 июня представители гуманной профессии принимали поздравления с Днём социального работника. В 2022 праздник выпал на середину недели. Так что не исключено, что свой день специалисты провели на трудовом посту. На одном месте сотрудники областного комплексного центра социального обслуживания не сидят. Ежедневно они посещают одиноких пожилых людей и инвалидов в разных уголках Биробиджана. Мне приготовят пищу, очень часто приносят продукты, особенно молоко, соки, вот такие вот вещи. Лекарства, она везёт по всем аптекам, всё найдёт, всё, что надо. Документы по платежам, кварплаты. К Нине Ивановне соцработник Жанна Яновская приходит уже второй год. Изначально Биробиджанка ухаживала за пенсионеркой временно, но желание подопечной поменяло планы. Жанну я как только увидела, она на замену пришла, всё, я прям попросила Евгению Константиновну, заведующую, и она пошла мне навстречу, и вот оставила Жанну у меня. Я прям, она мне как дочка. И таких дочек, как Жанна, в регионе сотни. На их хрупких плечах горы дел. Только за день соцработники примеряют на себя множество профессий. Психолог, повар и даже врач. Но проработав и десятилетия, из профессии не уходят. Думала ещё сколько, два года назад, наверное, полтора. Вот исполнится 55, уйду на пенсию. Сейчас вот исполнилась, получила за свою заслуженную, да, трудовую пенсию, но уходить не хочу. В своё время Светлана Ветлугина осталась без работы. Устроиться на нынешнее место ей помогла знакомая. И вот уже 20 лет она посвящает уходу за людьми, которые нуждаются в помощи. Пенсионерка Исун Ок в миру тётя Валя – одна из подопечных. Ну так она как работник добросовестная. С настроением всё время приходит. А то есть люди, которые без настроения, она всегда с настроением. Хорошая женщина. Просто повезло. Их рабочий график стандартный – с 9 до 6 часов, 5 дней в неделю. Но даже на досуге они со своими подшефными на связи. Телефоны есть, да, они звонят, если что-то нужно, там, докупить или заказывают что-то. Всегда вызвать врача, допустим, нужно звонят. Что-то случилось, помоги. И вызываем. Кто-то из пожилых и инвалидов способен немного поработать по дому. А вот лежачие подопечные нуждаются в уходе от и до. Профессионалы готовы протянуть руку помощи всем в любое время. Вот, например, я ей сказала, что мне надо купить. Вот сегодня сейчас скажу, что надо купить. А потом что-то, памяти нет, что-то забыла. Вечером я ей звоню. Леночка, я тебе ещё не сказала, что мне надо вот это, вот это, вот это. Всё, она записала. И утром она мне приносит всё. Не только в бытовой помощи нуждаются люди. Им нужно и простое человеческое общение. Бабушка у меня была, да, одна. Она говорила, я могу с тобой поделиться тем, чем я не могу поделиться с детьми. Ну, конечно, это всё потом в себе держишь. Всё это, как говорится, всё, что сказано, осталось во мне. Про своих бабушек и дедушек они знают всё. Историю жизни, их привычки и предпочтения. И это при том, что у каждого соцработника по пять, по шесть, а то и по десять подопечных. Привыкаешь к человеку, идёшь к нему уже как к родному. Вот у меня была подопечная, да, она умерла четыре года назад. И вот я, получается, к ней 13 лет отходила. Конечно, уже как к родному человеку идёшь. Опора и поддержка – их обязанность. Но выполняют они её не подолгу, а совести ради. Конечно, за работу они получают зарплату. Но те, кто не способны на доброту и сострадание, в этой профессии просто не держатся. Социальная работа – это призывание. Алена Шот, Денис Листюхин, Богдан Патрин. Новости 21.